Сегодня 19 июня, пятница. Свою работу продолжает информационная служба канала РТВ. С международными новостями к этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. НАТО не представляет угрозы для России. Опасения Москвы вновь пытается развеять генсек-альянса Йенс Столтенберг. Глава военного блока в интервью украинскому агентству «Униан» заявил, что НАТО является оборонительным союзом, и ядерная доктрина Брюсселя полностью соответствует договору о нераспространении ядерного оружия. Одновременно генеральный секретарь обвинил Россию в использовании атомного арсенала в качестве инструмента стратегии запугивания. Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой. «Наша цель – включить, а не изолировать Россию», – добавил генсек-альянса. Россия не будет вредничать и поддержит попытки США возобновить диалог. Глава МИД Сергей Лавров сегодня посетовал, что американцы перекрыли каналы общения, а сейчас потихонечку начинают искать возможности, как эти каналы восстановить. По словам главного российского дипломата, Москва готова отвечать. Ответом будет взаимность. Это неизбежно. Так Лавров прокомментировал уже вопрос санкций. В частности, решение европейских стран арестовать российские активы. Глава МИД при этом заявил, что в настоящее время Москва добивается отмены ареста счетов дипломатических учреждений. Поиск новых источников роста в условиях западных санкций. В Санкт-Петербурге второй день Международного экономического форума. Гости северной столицы России, а их счет идет на тысячи, продолжают налаживать бизнес-контакты. Картина на полях форума, впрочем, далеко не радужная. Российская экономика впала в рецессию на фоне санкций США и ЕС, низких цен на нефть. Москва пытается воспользоваться кризисом, как шансом сделать экономику более самодостаточной и переориентировать торговлю в сторону незападных партнеров. Как это у него получается, в материале моей коллеги Нина Шамуги. Невский довоз, день второй. Главная тема форума – куда движется экономика России. Рецептом ее развития с утра поделился Алексей Улюкаев. Это мир и низкие налоги. Все остальное сделает естественный ход вещей. Идея, безусловно, не нова. Глава Минэкономразвития повторил ее за основоположником современной экономической теории Адамом Смитом. О мире грезят и зарубежные гости бизнес-форума в Санкт-Петербурге. Мы ждем, когда война санкций закончится. Вот основной посыл иностранных предпринимателей, которые, несмотря на действующие ограничения ЕС, США и еще ряда западных стран, решили продолжить сотрудничество с Россией. Причину неповиновения бизнеса чиновникам объясняют цифры. Согласно итогам анализа, проведенного Австрийским институтом экономических исследований, ущерб Евросоюза в результате введенных санкций может составить 100 миллиардов евро. Работы лишатся 2 миллиона человек. Штрафные меры бьют по экономике обеих сторон. Несмотря на общее падение товарооборота России, товарооборот с Европой падает быстрее. В прошлом году доля ЕС в структуре товарооборота составляла 50%. В первом квартале нынешнего – 46%. Доля стран АТЭС выросла с 25% до 28%. Конечно, эти изменения нельзя считать тектоническими, но они показывают определенный тренд. Тенденции современной российской действительности озвучил накануне первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Мы не хотим разворота на восток. Мы хотим с востоком торговать не меньше, чем с запада». Проблема в том, что этого не хотят во всяком случае на официальном уровне и до разрешения кризиса в Украине западные страны. А значит, Москве нужно менять приоритеты. На руку российским властям сыграли в Ириаде принц Саудовской Аравии. Мохаммед бин Салман, он же министр обороны королевства, на встрече с Владимиром Путиным заявил о готовности к стратегическим отношениям с Россией. Эксперты отметили, самая влиятельная монархия Персидского залива может, конечно, не заменить европейский рынок. Тем не менее, старт хороший. «Начинают развиваться те отрасли, которые раньше никто не думал, что можно развивать внутри России. И получаются новые приоритеты. Мы смотрим, что гораздо больше внимания правительству уделяет развитию сельскому хозяйству, импортнозамещениям, каким-то продуктам. Опять же, мы пытаемся найти новых старых партнеров. Отсюда фокус на восток, что немаловажно для нас. И мне кажется, что к этому надо подходить. С одной стороны, что, конечно, любые ограничения – это плохо. Но, с другой стороны, надо продолжать работать, надо искать новые возможности». Новые возможности для себя нашел бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов. Разыскиваемый Интерполом функционер правительства Януковича в Киеве, его обвиняют в присвоении и растрате десятков миллионов долларов, засветился на форуме в Петербурге. Будучи уверенным в том, что выдавать Украине его никто не собирается, экономист по профессии Арбузов не стеснялся говорить о политике. Форум проходит под негласным девизом «Поворот на восток». В Петербург приехали десятки, если не сотни бизнесменов из Азии. Есть живой интерес к этому форуму. Люди активно интересуются у своих коллег положением дел. Я практически уверен, что встречи завершатся конкретными контрактами и договоренностями. На форуме должны заключить 65 крупных бизнес-соглашений. По крайней мере, одно, но резонансное, уже подписано. Российская и греческая стороны заключили меморандум о сотрудничестве по строительству и эксплуатации газопровода в продолжении турецкого потока. Именно с этой целью на форум приехал премьер Средиземноморского государства Алексис Ципрос. Кстати, он единственный из глав стран-членов ЕС, посетивших северную столицу России. Нина Шамуге, РТВАИ с трудом переносит навязанную кредиторами политику жесткой экономики, которая, к тому же, не приносит результата. Концепцию, по мнению Ципроса, необходимо изменить. Кстати, в понедельник лидеры стран ЕС соберутся на экстренную встречу, чтобы срочно обсудить ситуацию в Греции на высшем политическом уровне. До 30 июня Афины должны достичь соглашения с кредиторами. В противном случае страна может объявить дефолт. Нужно сделать все, чтобы переговоры возобновились, чтобы дискуссии могли привести к компромиссу. Но компромиссу, основанному на европейских нормах. Мы должны использовать время, остающееся до встречи Еврогруппы. Нам предстоят важные дискуссии. И я не хотел бы, чтобы эта встреча состоялась только для того, чтобы констатировать факты. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова